Трудные места описания с библейским порталом Экзегет, книга притчи, 25 глава, 22 стих. Я начну читать перевод российского библейского общества с 21, чтобы было понятно. «Если голоден твой враг, дай ему хлеб, и если жаждет, напои водой». О, какое высокое милосердие! А дальше наш 22-й. «Так сгребаешь ты угли ему на голову, а тебя вознаградит Господь». Вот он тебя вознаградит, и ты такой будешь довольный-довольный, будешь смотреть, как ему в воду там черти на голову угли сгребают, горящие. Он будет корчиться, мучиться, вопить от ужаса и боли, а ты будешь радоваться всему этому. Какой-то кошмар, правда? То есть вот у нас так много в книге притчи наставления милосердия, да, там «не будь лжесвидетелем», «не мсти», «помогай людям», «делай все, что нужно хорошее». И даже немножко местами такое как бы банальное наставление, да, и тут «накорми и напои, чтобы он мучился». Может, лучше-то она не кормить и не поить? Вот я как-то не хотел бы, чтобы меня накормили и напоили, а за это мне потом угли горящие на голову насыпали, если я перед кем-то провинился. Мало ли, всякое бывает. Есть простой способ объяснить это так, чтобы убрать. Ну, такой публичный обряд покаяния. Человек посыпал свою голову пеплом, это, кстати, в Библии часто встречается, и вроде бы, вроде бы он мог еще, вот, по крайней мере, некоторые египетские источники на это намекают, нести на головину, наверное, какой-то там подставочки металлической горящей угли. То есть он показывал, что он сам прах и пепел, да, если себе посыпаешь на голову пепел, то есть ты как бы себя делаешь эти кучи пепла, ты сгорел со стыда. Ну, и тлеющий угли – это как-то еще более наглядное изображение этой самой сцены. Ну, да, здорово. Ну, как-то вот очень уж, вот, хочется все же верить, что не надо прибегать к египетским параллелям, чтобы понять большинство стихов книги и притчей. А может, речь про стыд? Вот так ты сгребаешь ему угли на голову. Представим себе человека, которого чем-то обидели. И он, вот он прямо сидит и мечтает, как он будет пытать, мучить этого своего обидчика, да? Как он угли, горящие на голову, ему насыплет, чтобы тот корчился, мучился. А ему приходит, говорит, ну, здесь царь Соломон, потому что это его притча, говорит, слушай, ты хочешь ему угли на голову насыпать? Давай, отлично иди, накорми его и напои, это будет то же самое. Он со стыда сгорит. Он поймет, каким же он был негодяем и мерзавцем. Эх, дорогой царь Соломон, если бы оно всегда так было, мир был бы гораздо более приятным местом, нежели он сейчас. К сожалению, нет. А тебя вознаградит Господь, говорит Соломон. Мы не знаем, как он себя поведет. То есть ты сгребаешь ему эти угли, а вот посыпет он ими голову, сгорит он со стыда, или он скажет, ха, как здорово, мне двойная выгода, я видел этого человека и воспользовался его гостеприимством. Вот это решение его, но тебя Господь вознаградит. Значит, ты не можешь отвечать за решение другого, ты отвечаешь за решение свои. И, в общем-то, можно это понять, как не мсти. Но здесь даже больше, чем не мсти. Здесь воздай добром за зло. Да, в Евангелии молите за проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас. Но это в Евангелии. А здесь уже есть эта идея. И мне кажется, это очень много значит. Так что, да, не мсти. Если ты хочешь сгрести угли на голову, то сделай человеку что-нибудь хорошее. А там уже Господь решит, как и что. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!